Доброе утро! В студии Салтанат Тугельбаева. Сегодня в Астане представители Казахстана и Японии проведут конференцию по вопросам ядерного разоружения. На мероприятии обсудят процесс нераспространения ядерного оружия в мире, роль Казахстана и Японии в формировании безъядерного мира. Подробнее о пресс-конференции в 13-часовом выпуске. Сегодня в КНДР завершается третий день межкорейского саммита. Напомним, главы Северной и Южной Кореи подписали совместную декларацию по его итогам, договорившись отказаться от враждебных действий в регионе. КНДР также согласилась закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбёне, а министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и артиллерийские стрельбы в приграничных районах. Сегодня президент Южной Кореи и его супруга побывали на священной горе Пекту. В столице Сирии завершилась старейшая на Ближнем Востоке международная торговая выставка, которая проводится уже в 60-й раз. Помимо традиционных участников, на этот раз приехали и новые из Аргентины, Македонии, Белоруссии и России. Эксперт отмечает, что нынешняя дамасская торговая ярмарка крупнейшая с момента основания. Ее общая площадь превышает 90 тысяч квадратных метров. «Я очень рад, что казахстанский канал освещает проведение Дамасской международной выставки в ее 60-летний юбилей. Как вы видите, в столице наступил мир, здесь не идут уличные бои, а наоборот, очень спокойно. Мы приветствуем всех наших гостей со всего мира, в нашей миролюбивой стране, на этой интернациональной выставке. Это наше послание некоторым странам, которые не хотят, чтобы в Сирии наступил мир и тем средствам массовой информации, которые искажают сирийскую действительность, не говоря правду о достижениях сирийской армии и нашего народа». В эти минуты в правительстве началась пресс-конференция, посвященная шестому форуму машиностроителей Казахстана. На месте событий находится наш корреспондент Камила Тастанбекова. Она выходит на прямую связь со студией. Камила, здравствуйте. Какие есть новости? Добрый день, Салтанат. Пресс-конференция только началась, но уже удалось узнать, что в рамках шестого форума будет презентован комплексный план развития машиностроения Казахстана до 2030 года. Отмечу, что развитие обрабатывающего сектора экономики – это одна из главных задач. Ее решение позволит экономике страны отойти от сырьевого характера. На сегодня доля отечественного машиностроения в объеме обрабатывающей промышленности составляет почти 15%. Это неплохой рост, так считают специалисты. В целом, за годы реализации программы индустриализации в машиностроительной отрасли реализовано более 100 проектов на сумму порядка 260 миллиардов тенге. Создано около 11 тысяч рабочих мест. Если говорить о самом форуме, в течение двух дней в его работе примут участие около тысячи делегатов из 20 стран. И, собственно говоря, он уже начинает работу в эти минуты в Конгресс-центре Экспо. Салтанат, у меня все. Спасибо большое, Камила. Мы продолжаем. Прокуратура Западной Казахстанской области отреагировала на жалобы сельчан в соцсетях на некачественную воду и перебои с ее подачей. Обращения напрямую в соответствующие инстанции не принесли результата. Тогда жители села Федоровка стали писать о наболевших в соцсетях. И это привлекло внимание прокуратуры. По ее требованию специалисты по охране общественного здоровья проверили водоочистную станцию, в ходе которой и обнаружили в пробах воды бактерии. По представлению прокуратуры района предприятие Теректотазосу привлечено к административной ответственности. И назначен административный штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. Кроме того, предприятиям Тазосу проведены дезинфекции водопроводной сети, замена фильтра станции для очистки воды, а также приняты меры по обеспечению бесперебойной подачи воды. Сегодня в Астане начинает работу Евразийский литературный форум «Энергия слова в современном мире». Его цель – популяризация художественной литературы народов Евразии. Подробнее об этом событии в следующих выпусках. В Лондоне с успехом прошла презентация проекта «Фокус Казахстаном». Зарубежные зрители смогли увидеть казахстанские произведения изобразительного искусства, начиная с 30-х годов 20-го века до наших дней. Наш собственный корреспондент Великобритании Галамжан Хараманула продолжит. Современный художник Асхад Ахмедьяр создал инсталляцию под названием «Тумар предков». Композиция состоит из чугунных казанов, соединенных веревками и напоминает большое по размеру украшение на шею. Сам автор рассказывает, что таким образом хотел обозначить важность вклада женщины в домашний уют и в общество в целом, восхваляя и возводя слабый пол на педестал. «Откуда появилась идея казана? Для меня стало очень обидно, что моя жена все время трудится возле казана на кухне. Много времени у нее уходит на это». Огромное полотно кельн, но уже другого художника, полностью сделано из пластиковых пакетов. Таким образом, автор хотела обратить внимание общественности на тему экологии. «Я просто предлагаю вообще изменить полностью к этому отношению, попытаться как-то думать над тем, как использовать этот пластик. Если уж мы не можем его как-то полностью уничтожить, то давайте его просто искать, как использовать». На выставке «Постномагические горизонты» есть художественные работы как маститых деятелей искусств, так и тех, которые только начали путь в творчестве. Таким образом, представители разных поколений вступают в диалог и исследуют перемены прошлых веков до наших дней. «Там привносятся именно элементы национальной культуры. Это то, что отличает нас от англичан. Это то, что делает мир разнообразным». Посмотреть выставку, организованную Национальным музеем при поддержке Министерства культуры и спорта, пришло немало местных жителей. «Зарубежный зритель не скрывал приятные удивления от увиденного». «Это можно отнести не только к современному искусству, но и к искусству будущего. Оно более открытое и равноправное. Можно сказать, что выставка открыла дорогу к будущему казахстанского искусства». Посмотреть на работы казахстанских художников британцы смогут еще в течение месяца. Проект «Фокус Казахстан» с презентацией отправится еще в Германию, Соединенные Штаты и в Южную Корею. 2 миллиона туристов ожидается в этом году в Туркестане. Их число заметно возросло. Желающих познакомиться с достопримечательностями и культурой этого древнего города стало больше среди иностранцев. Уже сегодня здесь побывало порядка 32 тысяч гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья. По мнению специалистов, привлечению в город еще большего числа туристов будет способствовать реконструкция крепостных сооружений вокруг мавзолея Ходжахмета-Ясауи, развитие инфраструктуры города и цифровизация всех памятников старины. Мне очень приятно здесь быть, потому что, к сожалению, Казахстан очень часто в новостях на Западе. Так что мне интересно видеть вашу культуру и слышать локальные истории о том, как люди здесь живут. И да, мы только что видели то, что было внутри этого здания, и я вижу, что это очень большая часть локальной истории. За 8 месяцев текущего года от потока туристов было поступление в бюджет 3 миллиарда 730 миллионов тенге. В городе будет наблюдаться оживление развития малого и среднего бизнеса. Если в 2017 году было создано в этой отрасли 50 рабочих мест, то в этом году, до конца текущего года, где-то планируется создание 240 новых рабочих мест. Это все новости. К этому часу следующий выпуск представит Мульдар Тоспаева в полдень. Мы с вами встретимся в час дня. Оставайтесь на телеканале Хабар. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова